Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие, я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен, спасибо большое вам за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, я все читаю. Давайте посмотрим сегодня расклад, просили меня сделать такой расклад, стоит ли ждать вам его возвращения, потому что, говорит, я в подвисшем состоянии, очень многие пишут, и я не знаю, ждать мне его или не ждать. Опять-таки, расклад будет общий на одну позицию, поэтому какие-то подсказочки для себя вы там найдете, да, так как это не индивидуальный расклад, но если там полностью резонирует с вами, значит, ну, информацию к размышлению в любом случае вы получите. Поэтому давайте посмотрим сигнификацию, что у вас сейчас между вами, может показывать вас или его, и будем отсюда плясать. То есть будете понимать, ваш расклад это или не ваша карта, я скачу, знаете, как уже. Так, Тара Гаэти, для кого интересно, сегодня у меня в работе Тара Гаэти. Давайте посмотрим, что сейчас между вами. Так, что сейчас между вами происходит? Что сейчас между вами происходит? Ну, ситуация выбора, да, карта влюбленные, ну, в большинстве случаев, если мы не спрашиваем по поводу чувств, да, это карта выбора. То есть, что сейчас между вами происходит? Какой-то выбор. Может быть, выбор между тем, чтобы быть вместе, или тем, чтобы не быть вместе. Выбор между партнерами, да, и так далее, и тому подобное. То есть, некий выбор ваших отношений на данный момент присутствует. Ну, здесь у вас с башней случилась карта башни, да. То есть, вот, отношения разрушились. Причем по карте башни, скорее всего, отношения разрушились как-то резко, да. Может быть, кто-то не ожидал все, что вот вроде бы какие-то такие, знаете, звоночки были всегда. Ну, женщины, они сами по себе интуитки все, да. Какие-то звоночки были, может быть, вы их там не слышали, да, не обращали внимание как-то, закрывали на это глаза. А потом как бы бах, и все как бы, да, как карточный домик рухнуло. То есть, здесь какая-то вот у вас башня случилась. То есть, отношений на данный момент, соответственно, нет. Я даже не удивлюсь, что по этим картам вы не общаетесь, да. То есть, понятно, что если он вернется или не вернется, это, естественно, уже заранее известно, что отношений нет. Но здесь такая ситуация, когда вот все-таки кто-то из вас здесь ждет. То есть, вот, 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 вот. Спрашиваю, кто здесь манипулятор. А мне начинают карты говорить, что здесь был уход из-за того, что ничего не решалось, из-за того, что было трудно, ситуация нестабильная была, из-за того, что чувствовали себя одиноко. Не выдают мне, кто манипулятор был. Скорее всего, возможно, что вы здесь оба были манипуляторов, раз не выдают такую информацию точно. Возможно, потому что расклад общий, поэтому, да, здесь точно кто манипулировал в ваших отношениях, не скажу. Но, да, есть некий момент манипуляции с обеих сторон, потому что карты не показали, да, кто из вас там главный манипулятор был. А вот, знаете, как здесь, здесь мужчина такой был, мог идти по головам, хотел быть лидером, да, но какой-то вот там карта выпадали, что соперничество. Вот вы, как двое мужчин, да, не могли прийти к какому-то общему знаменателю. Здесь, знаете, вот никто не хотел никому подчиняться. Вот вы что-то, вы его хотели подмять под себя, сделать из него человека, как вы хотели, да, как вы думали, что так правильно. Он хотел там из вас вылепить то, что ему надо. И вот вы, как, знаете, какая-то битва титанов у вас была, вы не могли найти вот этот общий язык. Пытались, здесь две сильные личности, понимаете, встретились. Вот, и вы не смогли, и он вас прогнуть не смог, и вы его прогнуть не смогли, и всё. Не могу сказать, что здесь чувства ещё до сих пор их нету, они до сих пор здесь есть, да. Если вы мне скажете, что нет, их нету, ну, здесь как бы карты говорят, что нет, есть. Да, вы, может быть, всех уверили в том, что чувства уже нету, но они до сих пор как бы есть. Здесь есть просто глубокое, большое, огромное разочарование, знаете, такое как бездно просто. Потому что была хандра, была апатия, вы чувствовали себя по карту отшельника как-то одиноко, да. То есть, ну, я не знаю, какое-то время, может быть, всегда вы чувствовали себя одиноко, либо в последнее время. То есть, вот, знаете, вот вы встретились в два одиночества. Здесь вот так вот, понимаете, вы не чувствовали себя как в паре, да. Может быть, там он уходил, приходил, либо что-то такое вот у вас было. И, то есть, вы не чувствовали себя, что у вас есть мужчина, что вы в паре, да. Вы чувствовали себя одиноко, хотя мужчина-то у вас был. И была какая-то, знаете, бесперспективность. То есть, вы считали, что отношения бесперспективны. Вроде бы он есть, да, вроде бы отношения есть, вроде бы чувства есть, а всё равно вот эта вот какая-то бесперспективность была, опять-таки, может быть, связана с выбором. Здесь какой-то выбор. У каждого свой, не буду уточнять, что это за выбор, да. У каждого, может быть, там, к примеру, вы живёте в разных странах, в разных городах, и нужно было переехать. Либо там выбор между партнёрами, либо там выбор там в треугольнике. То есть, какая-то ситуация выбора может быть. Здесь может быть даже, ну, к примеру, такой, да, выбирает там мужчина между вами и своей мамой. Такой тоже может быть. Поэтому не буду уточнять, что это за выбор. Расклад общий, вас очень много, поэтому у каждого своё здесь. Да, вы, слушайте, вы здесь, вот вы, здесь две женщины. Вот, что только сказала, и две женщины выпало. То есть, сейчас, на данный момент, здесь есть вы и ещё одна женщина в отношениях. Хотя здесь, да, вот двойка кубков, здесь были чувства, была любовь. Здесь у кого-то была семья, либо вы были семьёй, какие-то стабильные у вас длительные отношения, да, были. То есть, вы встречались не там неделю, не две, а здесь гораздо дольше. То есть, здесь вы хорошо знали друг друга, и свои плюсы знали, и все минусы партнёра знали, и свои плюсы, и минусы знали. Вот здесь, ну, здесь какая-то ещё женщина фигурирует. То есть, на данный момент, что сейчас между вами, ещё есть какая-то женщина в ваших отношениях, которая влияет на ситуацию между вами. А что, что она хочет, эта женщина? Ну, эта женщина не хочет, чтобы вы возвращались, чтобы ваши отношения воссоединились. Здесь она хочет именно десяточку мечей вам сделать. Вот, то есть, женщина либо действительно знает про вас, либо там вот он как-то рассказывал про то, что вы были в его жизни. Но однозначно она хочет, чтобы он это прошлое как бы отсёк от себя. Знаете, забыл, как страшный сон. Здесь такая ситуация. Здесь она не хочет, чтобы вы были вместе. Да, вот хочет прям, чтобы отсёк, только сказала. То есть, здесь вот какая-то женщина ещё есть. Не та тема расклада. Я не буду смотреть, что это за женщина. Это отдельная тема расклада, да. Потом посмотрим, если вы, конечно, хотите, что сам с этой женщиной, и так далее, и тому подобное. Просто есть эта женщина, которая влияет на ваши отношения, и которая не хочет, чтобы вы были вместе. Которая хочет, чтобы он своё прошлое оставил в прошлом, и вообще о нём не вспоминал. Давайте посмотрим, как он себя проявляет с вами, да. Как он на данный момент себя проявляет с вами. Как этот мужчина себя проявляет с той женщиной, которая смотрит этот расклад. Слушайте, ну у него, смотрите, какие мечёвые энергии. То есть он как-то может быть резкий, может быть в обидах, может быть, знаете, здесь, кстати говоря, может мужчина быть не славянской внешности, может быть немножко младше вас. Либо просто, да, здесь позиция обиженного ребёнка, какая-то ревность, обида, желание отомстить, проучить как-то. А вот она так сделала, а я её и вот так вот же сделаю, да. Вот она меня как бы ткнула, корону мне сбила, и я так же ей сделаю. То есть здесь человек такой, знаете, как в обороне, в обиженной обороне, я бы так сказала, да. Такая ситуация, поведение такая не очень зрелого человека. Он здесь как-то ограждается сейчас от вас. Занял ситуацию стабильную свою, да, четвёрка Пентакли. Вот Кощей как-то над златом чахнет. Я вот сел пока и сижу, выжидаю, обиды свои культивирую, страхи свои культивирую. А как она могла, а вот она так поступила, что теперь делать, да. То есть он может здесь кому-то жаловаться, если, ну вот, да, у вас были там долгие отношения, у вас там общие знакомые есть. То есть он здесь может жаловаться кому-то, ходить, что представляешь, как она там со мной поступила. Вот представляешь, она там несправедлива такая вот. То есть здесь вот человек, то есть я вот так говорю, здесь такое незрелое. Здесь позиция пока, я сел и сижу, культивирую обиду, жалуюсь на судьбинушку, да. Я подавлен, я угнетён, я жертва. То есть как она могла так со мной поступить. Причём, вы знаете, здесь может делать это, ну, на публику, да. Как-то вот заставлять вас обращать на себя внимание, каким образом здесь. Ну, на показ что-то делать он может здесь, да. Здесь может делать что-то на показ, типа, смотри, я не очень-то переживаю, как-то пытается вас может задеть, да, чтобы вы обратили на себя, на него внимание, чтобы вы как-то посмотрели на него, да, что у него, вот у него всё хорошо, я не страдаю, я по тебе, да, я совсем про тебя и забыл. Здесь такое, вы знаете, разжигать какой-то интерес, может быть, что-то вот такое вот на публику, в общем, на публику играть, чтобы вы поняли. Потому что он вас забыть не может. Здесь человек не может вас забыть, потому что вы для него, ну, вот двойка кубков опять, потому что вы для него любимая женщина, потому что страсти к вам есть, потому что такую, как вы, он никогда не встречал. Вы для него королева жезлов, да, такая вот яркая, огненная, харизматичная женщина, которая, ну, не забывают таких женщин. Вот он, да, вот у него, может быть, было куча женщин до вас, но вот о вас он споткнулся, потому что такую он не встречал. Ему, с одной стороны, нравится, когда вы с ним вот соперничаете, что-то друг другу доказываете, да, а с другой стороны его это бесит. И у него вот такая, знаете, вот палка о двух концах, вот он не знает, то есть вот, я говорю, здесь какой-то кубик-рубик вы для него, и не знаю, как с вами поступить. Поэтому так себя ведёт. Да, он, знаете, он считает, что вы поступили не по справедливости, что вы должны были войти в его положение, понять, простить там, да, а вы такая холодная, нацепили вот эти доспехи Жанны Гарк, что у вас теперь, вот вы теперь королева мечей, что с вами, да, вы как-то его пододвинули, на его манипуляции больше не ведётесь, а он тут изгаляется, да, по всем соцсетям фотографии выкладывает, а вы на них не ведётесь. Вот, здесь какая-то такая ситуация. То есть он всячески хочет привлечь ваше внимание, разжечь ваш интерес, показать, что, ну, здесь позиция такая, да, типа проучить, показать, что ему хорошо без вас, что не очень-то я по тебе и скучаю, не очень-то я тебя и жду. На самом деле, а на самом деле что? А он на самом деле хочет помириться, хочет по карте смерти трансформировать ваши отношения, вы для него целый мир, карта мира, да? Вот у вас заключён целый мир. Что ещё тут? Ну да, здесь, понимаете, такая ситуация, когда вот он хотел бы помириться с вами, но здесь соперничает, понимаете, кто кого. Ему бы очень хотелось, чтобы вы первая пошли на контакт, чтобы вы себя как-то проявили, чтобы, да, вот вы пришли и сказали, что я там была неправа, прости, там я поступала не так. Здесь вот человек реально ждёт, чтобы вы сами пришли, чтобы вы, ну, на поклон к нему, да, как-то вот, чтобы с вашей стороны были действия, вот что он ждёт. Потому что там есть чувство, но я говорю, здесь у него, знаете, какое-то эго впереди него бежит. Давайте, а как вы себя проявляете? Вот мне интересно, как вы себя проявляете? Раз он вот так вот, да, а вы ведётесь на эти манипуляции или нет? А как вы себя проявляетесь с ним? Как вы себя проявляетесь с ним? Какая у вас сейчас позиция? А вы здесь осознали свою ценность, да, и здесь, слушайте, вы здесь, у вас, вы, у вас отличная позиция, честно говоря. У вас позиция какая? Вы отодвинулись, да, вы за ним наблюдаете, но активных действий, здесь вы на позиции звезды. Я далёкая, я вот такой огромный пентакль, я такая ценность. Если хочешь, добивайся меня. Если хочешь, шевели попонькой, поднимай свою пятую точку и что-то делай. На твоей манипуляции я не ведусь. Я огромный, такой классный пентакль, да, вот такую женщину надо вот добиваться. Я себя не на помойке нашла. Я там могу сама всё, да, я всё умею. И если ты хочешь вот такой пентакль классный в себе в руку, да, получить, то что ты делаешь для этого? Я просто так тебе вот не упаду, да, звезда с небом. Здесь позиция как звезда, то есть вы как-то отстранились, вы холодная такая, да, вот где-то вот до вас не достать. Вы смотрите, да, вы для него загадка, понимаете, вы себя не проявляете. Здесь карта верховной жрицы, да, то есть как вы себя проявляете, никак. Так, да, как-то вот вы действуете, знаете, серый кардинал, по этой верховной жрице, вы серый кардинал. Вы про него знаете всё тут, да, как-то вы можете это всё делать, вы можете расклады также смотреть, да, вот вы знаете его всю подноготную, и, знаете, но об этом ему не говорите. И ему кажется, что вы вот, ну, не интересуетесь его жизнью, да, а здесь на самом деле вы всё знаете. Ну, по крайней мере, большинство от того, что происходит в его жизни, вы знаете. Поэтому вы себя как здесь ведёте, вы себя достойно, честно говоря, ведёте, вы не ведётесь на его манипуляции. Вы как-то отошли в сторону и дали ему, знаете, свободу действий. Вот хочешь, добивайся меня, хочешь, что-то делай, да, возвращай от нашей отношения, доказывай, что ты там изменился, доказывай, что ты вырос, доказывай, что ты больше не в позиции какого-то обиженного ребёнка. Ну, вот вы полную свободу действий дали ему. Отошли в сторонку и молча наблюдаете, что он будет делать, да. Вот здесь у вас, кстати говоря, взрослая очень позиция, да, у человека, а вот у него какая-то детская. Поэтому здесь вы пока, знаете, как-то наблюдаете. Очень правильная позиция. Очень правильная. Вы пока в позиции выжидания. Вот здесь вы выбрали позицию выжидания. Что будет дальше? Вы зависли пока. Карта повешенного, да. Вы здесь, кстати говоря, по карте повешенного, вы можете теперь уже смотреть на ситуацию под другим углом, да. Вы здесь как-то вот очень много обдумали. Пока позиция не вмешательства. Вот какая у вас здесь позиция. Я посмотрю, что будет. Давать тебе шанс, не давать. Что с тобой там делать. Если ты там достойность, если ты будешь что-то делать, я подумаю, давать тебе шанс или нет. Если ты ничего делать не будешь, ну тогда я, соответственно, тоже не буду ничего делать. Здесь у вас, кстати говоря, позиция очень-очень правильная. Ну и давайте посмотрим, стоит ли вам ждать его возвращения. Стоит ли вам ждать его возвращения. Что у нас там упало? Конечно, стоит. Маг, ну что вы хотите? Только, знаете, вот он придет кручу-верчу, запутать хочу, как говорится. Здесь однозначно сама карта выпала, да, карта мага. Поэтому стоит ли вам ждать, он естественно появится в вашей жизни. Однозначно. Но пройдет через какую-то манипуляцию. То есть если вы ждете, что он придет и попросит прощения, там если он виноват, да, или что-то там вот такое. Нет, здесь человек придет через какую-то, будет хитрить, изворачиваться. Может там, знаете, как ни в чем не бывало возникнуть. У вас там уже, у ваших внуков внуки появились, а он такой возник. Привет, как дела? Ну вот какая-то такая ситуация, да, то есть вы будете на это все смотреть и думать, боже, что мой. Ну, давайте посмотрим, стоит ли вам ждать его возвращения. Уже ответили? Ну, посмотрим. У него в голове отношения не окончены. Вот у него точка не поставлена. Здесь однозначно. Поэтому будет ли он действовать? И естественно еще четверка жезлов. Конечно, он будет. Но здесь пока он боится, что вы королева мечей, что вы его отсечете, что вы там его, знаете, по это самое. Здесь он мечтает о вас, понимаете? Он строит тут планы в громадье. Семерка кубков, карта иллюзий, да, карта планов каких-то. У него там вон эти кубки, там я ее так верну, так или так, или вот так, да. У него там наполеоновские планы в голове. Он строит их, как воплотить в жизнь эти. Пока боится, потому что вы королева мечей. Пока не готов действовать, потому что он боится, что вы его не выслушаете, вы там его с лестницы спустите, там, не знаю, заблокировать, да, заблокируете его там, пройдете мимо. Здесь такая ситуация. Но он строит, он однозначно здесь. Стоит ли его? Конечно, стоит. Он пока в позиции, он ждет, потому что, да, пятерка опять жезлов, что он ждет, пока вы сами себя проявите. Вот когда он поймет, что не будете вы ничего проявлять, что вы уже свои пять шагов сделали, все, и дальше я действовать не буду. Либо ты, дорогой мой, сам делаешь пять шагов, либо до свидания. И вот он, когда он поймет, что вы уже там шестой шаг делать не будете, карта колесницы, ну, будут от него действия. Но опять-таки имейте в виду, что здесь будет по магу, да, такие вот действия у него. А вы уже здесь, слушайте, придет он как-то, знаете, внезапно со своей страстью, там, тут же жезлов вышел, и опять жезлы там. Поэтому здесь как-то он придет, да, со своей страстью к вам, какие-то такими, вот может как-то резко прийти, да, вы и ожидать не будете. Ну, однозначно колесница, здесь у вас отношения не закончены, у него есть, да, планы по поводу встречи, по поводу того, чтобы приехать как-то с вами, да, вот, здесь может он, то есть он проявится каким-то образом, не знаю, когда, не смотрю здесь, не знаю, когда проявится. ну, просто со своей, да, вот со своим жезлом пройдет. Будет восстанавливать карту страшного суда, он здесь однозначно будет пытаться восстановить ваши отношения. Но совет вам не спрашиваю, буду еще не смотрю, тут вы взрослые девочки, сами все решаете, да, и только вам решать, прощать его или не прощать, как жить, всегда слушайте себя, свое сердце, свою интуицию, вот, ни Маша, ни Вася, ни Петя, ни соседка с нижнего этажа вам ничего не подскажет, это только ваша жизнь, ваши решения, и только вам решать, как ее прожить. Поэтому здесь не буду спрашивать советы, не буду спрашивать перспективу, это уже другой расклад, да, этот расклад назывался «Стоит ли ждать его возвращения?» он вернется. Здесь однозначно будет с его стороны проявление в вашу сторону. Вот, девочки, всех люблю, всех целую, до новых встреч.